Слава Украине! Привет всем от Полонского! Друзья мои, сегодня 13-е, вчера было 12 августа 24-го года, а значит вчера было, сколько там, 24 года с момента гибели атомной подлодки Курск, где благодаря Путину погибло очень большое количество российских военных офицеров. Знаете, раньше, если бы это я делал в свое время до войны, то в моем повествовании были бы нотки скорби. Ну а сейчас, сами понимаете, ни о какой скорби, конечно же, речь идти не может. Может идти исключительно... Ладно, не буду ознавраствовать ни слова. Так вот, по самому событию. Вот тогда русские должны были напрячься, потому что, помните вот эту наглую морду Путина, когда он ухмылялся, ухмыляясь, рассказывал иностранному корреспонденту о том, но его вопрос сказал, где подводная лодка, говорит, да, она утонула. И сидит, и ржет, и вот тупо смешно, как его холопы тонут вот там в этой воде, в этой жуткой черной темноте, а ему было весело и смешно. Ну, даже прикол не в том, что ему было весело и смешно. Понятно, что он садист, и кровавый маньяк, и о нем, как вам сказать, или плохо, или ничего, да? Нет, и для него это нормальное поведение, что он смеется над гибелью людей, в том числе своих. Удивительно другое, что тех, кого он утопил там, что тех, кого он облег на гибель там, у них не возникло никаких потом проблем с тем, чтобы за него голосовать, например, на выборах, чтобы вообще его поддерживать, чтобы потом посылать своих детей в Украину, подыхать, значит, за очередной ёршик в Геленджике, за золотой ёршик, понимаете? То есть вот это самое странное. И еще одна очень огромнейшая странность, это когда дети и внуки тех женщин, которых этот, так сказать, человек, ваш диктатор, обозвал 10 долларов, вы помните, ше, да? Вот внуки этих оплеванных женщин, а это, напомню, это матери и жены погибших ваших же моряков, да, которых он вот так вот, говорится, за это вознаградил, так вот внуки и правнуки и так далее поддерживают это чудовище, во всех его начинаниях голосуют за него, и по его указке едут в Украину убивать женщин и детей. Вот это, конечно, ну никоим образом не укладывается в голову, просто, ну, это невозможно объяснить. Никому с нормальной точки зрения это объяснить нельзя, кроме населения Атастана. Ну, для них, видимо, вот такое поведение абсолютно нормально, наплевательское отношение, не то, что наплевательское, а издевательское отношение собственной власти к собственному народонаселению. Абсолютно нормально. Вот таким вот образом охарактеризовать собственных женщин тоже абсолютно нормально, судя по всему, но раз продолжают за это, за это голосовать и это поддерживать, так что, что удивляться, что эти же люди пошли войной в Украину. И самое главное, друзья, мы еще один момент. Вы его тогда не остановили, когда он утопил первый Курск. Так вот я вам советую его как-нибудь остановить, потому что и второй Курск потеряете. Редактор субтитров А.Александр? Корректор А.Егорова